здравствуйте ребята сегодня мы повторяем опять-таки пройденный материал и готовимся с вами к итоговой контрольной работе на прошлом уроке мы с вами я вам давала домашнее задание давайте кого с вами это и проверим и так задача заключалась на какой высоте потенциальная энергия камня массы 21 килограмм будет равняться энергии необходимы для нагрева одного литра воды при температуре 0 градусов до кипения сразу оговорюсь 1 литр воды соответствует одному килограмму воды раз температура меняется от 0 до 100 градусов потому что температура кипения 100 градусов цельсия и вы должны были составить уравнение на основании того что потенциальная энергия равна энергии которые необходимы чтобы нагреть один килограмм воды ваша формула должна была выглядеть так потенциальная энергия м ж аж и энергия которая нужна для нагрева воды с дельта т градус ребята единственное камень масса один килограмм 21 килограмм это будет м1 1 килограмм воды м2 на основании того что потенциальная энергия равна количеству теплоты вы записываете м 1 g h равно c м 2 дельта т градус и вам нужно найти на какой высоте все вот эту величину вам надо было найти h равно c м 2 дельта т градус разделить на м 1 g проверьте свое решение пожалуйста следующая задача чему равен заряд при переносе этого заряда в однородном по электрическом поле напряженностью 6 на 10 6 ньютон на кулон вдоль силовых линий на 2 сантиметра если совершается работа 24 мили джоуля и так вы должны были вспомнить я вам давала шпаргалку формулу работа электрического поля по перемещению заряда а равно е у дельта д отсюда заряд будет равен работа разделить на е умножить на дельта д и ответ у вас должен получиться 0,2 микро кулон микро это 10 минус 6 степень следующая задача на стальной проволоки площадью поперечного сечения 2 миллиметра квадрата и длиной 8 метров висит груз массой 4 килограмма какое механическое напряжение при этом возникло в проволоке и так вы во второй четверти проходили тему механическое напряжение твердых тел мы говорили о том что механическое напряжение это величина равная отношению модуля силы действующие на тело к площади поперечного сечения этого тела груз висит мы говорим о какой силе которая действует на эту проволоку правильно это сила тяжести под действием силы тяжести груз действует на саму проволоку тогда мы вместо силы можем записать так mg разделить на с все что вам надо и не забудьте миллиметры квадратные вам нужно было перевести в квадратные метры вспоминайте один миллиметр в квадрате составляет сколько правильно 10 минус 6 метра в квадрате вы подставляете числовое значение у вас должен ответ получится 20 мега паскаль ну а теперь еще одна задача и так давление идеального газа равно восемь целых три десятых килопаскаль плотность 2 килограмм делен на метр в кубе малярная масса 2 грамм на моль который надо перевести найдите температуру этого газа опять-таки материал этого учебного года вспоминаем у нас было с вами уравнение менделеева клаперона работаем только с этим уравнением единственное что я бы хотела немножко видоизменить это уравнение и так давайте запишем условия задачи давление идеального газа равно дано давление равно 8,3 килопаскаль десятичную приставку переводим 8,3 на 10 в 3 паскаль плотность вспоминаем из 6 класса плотность равна 2 килограмм разделить на метр в кубе малярная масса 2 грамм на моль граммы переводим килограммы малярная масса 2 на 10 минус 3 вы знаете грамм это 10 минус 3 килограмм килограмм деленное на моль найдите температуру этого газа термодинамическая температура абсолютная и так ребят давайте напишем уравнение менделеева клаперона pv равно масса разделить на малярную массу рт теперь ребятки поменяйте местами объем и малярную массу что у вас получится пм равно масса разделить на объем рт скажите мне пожалуйста что это за величина правильно это плотность и формула какой вид будет иметь пм равно ро рт но наверное из этого уравнения уже нетрудно вывести формулу температуры температура равна и так пм разделить на рт единственное что я вам могу сказать универсальная газовая постоянно имеет величину 8,31 теперь внимание чтобы было удобно вы можете округлить и оставить число вот так примерно 8,3 и тогда у вас получится очень красивый ответ я вот уберу единичку и получается 8,3 если вы подставите числовые значения то у вас температура должна получиться один кельвин ничего страшного один кельвин это тоже температура внимание если у вас в тексте задачи указывается число 8,3 давления то вы универсальную газовую берете тоже как 8,3 для того чтобы был красивый ровный ответ усвоили но теперь идем дальше расстояние от линзы до предмета 2,5 сантиметра от действительного изображения до линзы 5 сантиметров определите фокусное расстояние расстояние линзы ребят это материал опять-таки девятого класса мы с вами проходили и в данном случае я вам говорила фокусное расстояние можно в данном случае оставить сантиметрах чтобы упростить математические расчеты расстояние от линзы до предмета 2,5 сантиметра д малая равно 2,5 сантиметра от действительного изображения до линзы это f малая 5 сантиметров найти фокус линзы f и теперь если мы говорим про фокусное расстояние то мы это расстояние можем оставить сантиметрах если же мы рассчитывали бы оптическую силу тогда бы мы и переводили все в метры но и теперь вспоминаем формула тонкой линзы ребята я вам говорила что формула тонкой линзы записывается в строгой последовательности и есть определенные знаки мы говорили если перед один деленное на f большое стоит знак минус это рассеивающая линза и здесь знак минус мнимое изображение но у нас действительное изображение действительное изображение дает только собирающая линза поэтому везде будут стоять знаки плюс все нам формула готова мы по просто подставляем числовые значения 1 деленное на f равно 1 деленное на 2,5 плюс 1 деленное на 5 приводим к общему знаменателю у нас получается 3 5 теперь мы дробь просто зеркально переворачиваем f равно 5 третьих сантиметра мы можем конечно вы перевести в десятичную дробь и у вас получится 1,7 сантиметра фокусное расстояние линзы понятно ребята следующая задача какую работу надо совершить чтобы поднять в воде бетонный блок массой 30 килограмм на высоту 2 метра плотность бетона 2600 килограмм на метр в кубе и так здесь придется раскладывать силы и делать пояснительный рисунок но сначала запишем условия задачи какую работу надо совершить чтобы понять в воде значит нам известна плотность воды я ее запишу 1000 килограмм на метр в кубе бетонный блок массой 30 килограмм на высоту 2 метра плотность бетона нам пригодится я напишу роби тона 2600 килограмм на метр в кубе надо найти работу и так здесь придется работать цветными фломастерами работу совершают чтобы поднять в воде бетонный блок давайте вспомним какие силы действуют на этот бетонный блок если в воздухе то только сила тяжести если уже тело погружено в жидкость значит там возникает сила архимеда и так значит тело пусть это бетонный блок образно центра тела мы начинаем раскладывать силы первая сила которая направлена вниз это сила тяжести кроме того блок находится в воде значит на него действует какая сила сила архимеда как она направлена из центра тела вертикально вверх вот она сила архимеда она будет меньше чем сила тяжести блок тонет в воде вы это знаете и нужно приложить силу вверх для того чтобы поднять так внимание эта сила будет направлена вверх вот она мы ее назовем подъемная сила для того чтобы тело поднять а теперь ребята из этой картинки мы делаем уравнение посмотрите пожалуйста сумма сил сверху равна одной силе снизу и записываем уравнение mg равно f архимеда плюс f подъемная отсюда подъемная сила будет равна mg минус f архимеда для чего она мне значит мы нашли подъемную силу которая необходима для того чтобы был блок поднять вверх тогда работа будет равна сила умножить на высоту подставляем работа равна mg минус f архимеда умножить на высоту и так вспоминаем из 6 класса сила архимеда f архимеда равна ра жидкости в данном случае я напишу так умножить на же умножить на объем но нет у вас объема мы должны его найти ра жидкости умножить на же а объем масса разделить на ра бетона и теперь вот это вы должны подставить вот в силу архимеда тогда у вас получится формула работы все понятно ваша задача подставить числовые значения и рассчитать работу следующая задача в закрытом сосуде при температуре 27 градусов давление газа 900 килопаскаль найдите значение давления после нагревания газа до температуры 227 градусов цельсия итак ребята ваша задача температуру в градусах перевести в кельвинах вы помните это условие значит чтобы перевести в кельвины надо температуру в градусах прибавить 273 это ваше условие и так в закрытом сосуде при температуре 27 градусов цельсия это начальная температура будет т1 равно 27 плюс 273 ответ будет в кельвинах 300 кельвин давление было p1 900 килопаскаль 10 3 паскаль найдите значение давление потом после нагревания до температуры т2 227 плюс 273 и найти p2 ребят как о каком процессе идет речь идет речь о изохарическом процессе когда объем остается постоянным и формула у нас имеет вид p1 развить на t1 равно p2 разделить на t2 и из этой пропорции мы находим p2 отсюда p2 равно p1 умножить на t2 разделить на t1 вот по этой формуле вы можете рассчитать свою задачу не забудьте что градусы цельсия нужно перевести в кельвины по вашему правилу домашнее задание на тело массы 4 килограмма движущиеся со скоростью 7,2 километра в час подействовала сила 10 ньютон в результате чего скорость увеличилась до 18 километров в час какую работу совершила данная сила вспомните мы говорили о том что работа совершается за счет изменения кинетической энергии у вас меняется скорость значит меняется кинетическая энергия закон о кинетической энергии вы применяете в решении данной задачи следующая задача ускорение свободного падения в некоторой планете равно 14 метров в секунду в квадрате первая космическая скорость пять целых шесть десятых километров в секунду определите радиус этой планеты используя формулу первой космической скорости произведя математические расчеты вы рассчитаете радиус планеты внутренняя энергия 1 атомного идеального газа равно 150 джоулей температура 27 градусов ребят не забудьте перевести в кельвины какова концентрация молекул этого газа если он занимает объем 2 литра вы начинаете работать с формулой 1 атомного внутренней энергии 1 атомного газа не забудьте что чтобы найти массу вещества нужно массу одной молекулы умножить на число молекул соответственно у вас выйдет формула концентрации работайте пожалуйста вам домашнее задание и так ребята успехов вам в решении задач до новых встреч